Более лизануре, а век лёв трамалу, Более буртожур, журопаразеу. Меня зовут Ивана Нечай, я певица, актриса, руководитель народного театра. Эй, плёточка шелкова, плёточка шелкова, бай, говори, моя головка, плёточка шелкова. Мои лекции будут посвящены всем людям, которые эксплуатируют свой голос профессионально, либо ежедневно сталкиваются с трудностью такой, как «меня не слышат», «меня не замечают», «я не могу выразить себя», «я стесняюсь», «мне не отвечают на мои вопросы», «я человек-невидимка», «я не могу пройти собеседование и получить работу», «я мечтаю научиться петь», потому что пою я только в душе, когда очень громко шумит вода. Наверное, мне уже поздно, наверное, мне ещё рано, очень много вопросов, ответов. Но я хочу вам сказать, что я профессионально заниматься пением начала в 26 лет, в том возрасте, в котором уже никто никого, в общем-то, профессионально в наших учебных заведениях не обучает. Но, тем не менее, моя история жизни дала мне понимание того, что никогда не поздно начинать учиться петь. Конечно, если у вас есть определённые амбиции, например, если вы хотите стать оперной дивой, начинать нужно рано, хотя бы в 16-17 лет обращаться к педагогу по вокалу, к хорошему, качественному. Тогда ваша карьера будет у вас более гарантированной, стремительной и так далее. Но если вы хотите просто овладеть своим голосом, научиться управлять своим голосом, стать более выразительным во всех смыслах, потому что голос освобождает вашу внутреннюю сущность, вы можете стать смелым, намного смелее, чем были когда-либо. И знали себя с одной стороны, и вдруг вы узнаёте себя совершенно с другой стороны. Голос раскрывает большие ваши творческие внутренние способности. Работа с артикуляционным аппаратом требует сокращения квадратных мышц лица. И таким образом у нас возникает некая улыбка. Мы поём на лёгкой улыбке. Эта лёгкая улыбка формирует постепенно в мозге импульс на выброс гормона счастья. То есть если вы будете внушать себе какую-то негативную мысль, то, конечно, рано или поздно у вас начнут выбрасываться те химические вещества, которые формируют депрессивное состояние или апатию в вашем мировосприятии. А если вы даже заставляете при плохом настроении себя улыбаться, то через какой-то момент у вас мозг начинает давать импульс, и организм начинает получать гормон счастья. Так вот, во время работы с голосом вы вынужденно сокращаете квадратные мышцы лица, вы поёте постоянно на лёгкой улыбке, и у вас возникает вот это ощущение счастья. Все абсолютно люди, которые поют или занимаются ораторским искусством, а особенно когда поют, испытывают постоянно чувство полёта. Мои ученики – это люди самых разных профессий. Некоторые из них собираются связывать свою жизнь с профессиональным пением, со сценой, с театром, с музыкальными театрами. Некоторые люди пришли высвободить просто свою зажатость, какую-то неуверенность, научиться управлять своими эмоциями и даже телом, потому что освобождается и тело через звук. Человек, который начинает петь профессионально, со временем начинает чувствовать, что всё тело связано со звукообразованием. Тело поёт, каждая косточка начинает петь. Мы же поём резонаторами, пустотами в нашем теле. Так вот, моя ученица пришла после трудного рабочего дня. Она дама из бизнес-структуры достаточно серьёзной. Она была очень уставшая. И сегодня пятница, вечер. И она сказала, наверное, вечером в пятницу не стоит ставить уроки, я более эффективна по утрам. Но тем не менее она включилась. И сегодня я ей несколько раз сказала «браво», потому что она сегодня была действительно в очень хорошей форме и превзошла саму себя по сегодняшнему занятию. И ушла отсюда в совершенно великолепном состоянии эмоциональном. И уходя, она сказала, «Ну, теперь я могу ехать просто на дискотеку в ночной клуб». И вот такие отзывы я слышу от всех своих учеников, что идёт большой подъём жизненной энергии. Если человек приходит в минусе, он уходит всегда в плюсе. Поэтому пойте. Пойте на здоровье. Конечно, хочется петь чисто. Не у всех есть хорошие уши, хороший музыкальный слух. Но поверьте мне, что если вы различаете хотя бы базово, вы слышите, что вы фальшивите, значит, вам поможет сольфиджирование, есть метод вычищения плохого слуха. Когда люди мне звонят и говорят, «Вы знаете, я хочу научиться петь, но у меня нет ни слуха, ни голоса». Когда мне говорят, нет голоса, я начинаю смеяться, потому что вопрос встречный. «А как же вы со мной разговариваете, если у вас нет голоса? Вы же используете голос». То есть, когда говорят, у меня нет голоса, предполагается, что он не раскрыт в богатстве своего тембра. Тембр определяется количеством абертонов. Абертоны рождаются в пустотах человека, в резонаторах. Поэтому я занимаюсь развитием резонаторов. Базовые три позиции, с которыми мы работаем на любом уровне, неважно, какого уровня подготовки пришел человек ко мне и какие у него планы, это, конечно, включение, резонирование всех трех резонаторов. Грудного резонатора, головного резонатора и, конечно же, микска, это кости лица, это наши зубы. Они единовременно должны быть включены в работу для того, чтобы ваш тембр был красивый, яркий, запоминающийся, потому что у вас у всех свой индивидуальный тембр. Это обусловлено природой ваших связок, вашими зубками, какие они есть, вашими носовыми перегородками, вашими надбровными дугами. Если у вас, допустим, вялые мышцы лица, к примеру, звук будет седаться, потому что у нас отражает звук только твердая поверхность. Очень простой вопрос ко всем. Где лучше всего поется? Конечно, в ванной комнате. Почему? Там ведь кафель. Так вот наши зубки — это тоже резоната, что-то вроде кафеля. Если мы научимся во время пения держать открытыми верхние зубки и проводить свой звук вперёд на верхние зубки, это уже большое будет продвижение в своём звучании. Человек не будет использовать громкость на силу своей связки. Громкость возникнет естественным путём, подзвучится нашим миксовым резонатором, зубками нашими. Вот опять окно, где песни спят, уже бьют вино, уже так сидят, или просто рук на разне удовое, в каждом доме вдруг есть окно такое. Когда мы работаем с учениками, три кита, как я начала говорить, три основные позиции. Звукообразование, то есть формирование звука в такой позиции, когда все три резонатора, грудной резонатор, головной резонатор и миксовый, золотой мост ещё называют, соединяющий голову и грудь, единовременно резонирует. Второй момент. На всём диапазоне нужно сохранить это резонирование. Конечно же, если это высокая тесситура, то будет преобладать головное резонирование. Но чем больше будет отзвука в груди, тем больше у вас будет открыта нот вверху. И наоборот, когда мы работаем над грудным резонированием, спускаемся, допустим, вниз у нас в нижней тесситуре какое-то произведение вокальное, чем больше мы будем свой звук устремлять в голову, тем у нас будут красивее нижние ноты, раскрывается больше диапазон внизу, он яркий, он не теряет свой блеск. Почему большинство распевок мы с тобой делаем через какую-то согласную, через L или через Z, через M, чтобы замкнуть связки, а потом уже мы раздуваем фону. Я буду давать упражнения, которые можно научиться делать самостоятельно, дома, выполнять их ежедневно, по 10-15 минут в день, и это вернёт эластичность вашим связкам, это включит в работу ваши резонаторы, у вас увеличится диапазон, и самое главное, ваши связки окрепнут и будут всегда здоровыми. Комплекс этих упражнений называется фониатрические упражнения, и он рекомендован абсолютно для всех людей, для кого эксплуатация голоса является профессиональной необходимостью. Если мне надо было остудить свою водку, да, вот там горячо, это они так делаются, Все мои ученики делают эти фониатрические упражнения, я вам их покажу, и я вам их очень настойчиво рекомендую делать, и тем, кто хочет петь, и тем, кто хочет просто выразительно говорить, и тем, кто, допустим, ведёт лекции студентам, особенно педагоги, наши бедные педагоги, потому что им достается больше всего. Те, которые не овладели искусством дыхания, и те, которые не знают эти зарядки для связок, зарядки для резонаторов, для того, чтобы завести резонаторы в нашем теле, они, к сожалению, домой приходят обессиленные и совершенно с теплыми голосами. И эти фониатрические упражнения я настоятельно рекомендую делать. Если вы будете делать их регулярно, уже через три месяца вы забудете, что такое неуверенный дрожащий голос, вы забудете, что такое садящийся голос в конце рабочего дня, вы будете говорить звонко, выразительно, и это не будет доставлять вам больших хлопков. Так, следующее упражнение. Мы бы много раз сделали, они без известного. Только, пожалуйста, сейчас двумя образами. Образ первый. Для меня это очень важно, чтобы вы передали настроение в звуки сейчас. Представляю себе маленького дарафончика, у которого только что случилась инициация во взрослые драконы. Он высек пламя. Безумно собой доволен, но ему теперь жарко, и он хочет это пламя остудить. Пока мы идем на А, он остужает свое горячее горло. Как только мы идем на И, он высекает новое пламя. Да? Поняли? И потом опять. То есть А, он остужает горло, и он высекает пламя. Что такое звук? Как он образовывается? Как он формируется? Наша западная школа вокала, она гласит, что искусство пения – это искусство дыхания. Поэтому, конечно, нужно будет овладеть дыханием своим. Первонаперво. Бонус к овладению дыханием – ваше прекрасное здоровье, прекрасный обмен веществ, постоянная циркуляция воздуха в легких, как у спортсменов, подъем энергии вообще, потому что люди, которые занимаются йогой, они поймут, о чем я говорю, у них постоянно работает диафрагма. Это диафрагмальное дыхание. Это подреберное дыхание. Фактически все люди, которые занимаются пением или ораторским искусством, перестают болеть всякими простудными заболеваниями. О, как мне кажется, могли бы в полной долгой перстмей. И кудрите ласкать и грибы своих коней, своих коней, в одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век. И ваши кудри, ваши бочки И ваши кудри, ваши бочки Засыпал снег Идет очень хорошая профилактика за счет того, что у вас хорошо работают легкие. Следующий момент. Это, конечно, будет немножечко из области метафизики, но, опять же, на сегодняшний день мы живем в 21 веке и понятие энергии уже стало естественным для нас понятием, что происходит на уровне энергии. Мы преобразовываем низкочастотные энергии, потому что дышим мы фактически от копчика, от низа живота. И мы проводим эту нашу дыхательную струю. Мы не дышим, конечно, копчиком. Я хочу сделать сразу эту маркировку. Я имею в виду, что энергия, которую мы начинаем поднимать, мы же берем воздух и под ребра, и в живот. Так вот, энергия эта, начиная двигаться, вот если говорить о йоговской системе, о системе чакр в организме человека, она начинает двигаться по всем чакрам, формируется на вишудхе, на творческом центре человека. Дальше мы ее подтягиваем в высокую позицию, максимально высокую. И фактически эта энергия поднимается до сахасрары во время пения. Уж во всяком случае, это классическая школа. Вот. И таким образом мы преобразовываем энергию Земли. мы поем праной, как говорят еще индусы, певцы. Мы преобразовываем эту энергию в высокочастотную. С этим связан такой постоянный терапевтический эффект. Люди, которые приходят на занятия в любом настроении, уходят всегда в превосходном настроении. И можно говорить об этом очень долго, но принцип такой. Во-первых, мы поднимаем действительно эту энергию, то есть она у нас преобразовывается из низкочастотной в высокочастотную энергию. А во-вторых, конечно, во время пения у нас работает группа мышц, в том числе и лица, которая постепенно в мозге формирует сигнал на выделение гормона счастья. Разнес солнце, жона, ёба, Щедрый вечер, добрый вечер, Добрым людям на здоровье. У нас хороших певцов с плохой дипцей. Для того, чтобы человеку, который имеет маленький сценический опыт, выступить маломальски, хорошо, прилично, первая рекомендация – хорошо артикулируйте. Вообще, на самом деле, дикция, дыхание, артикуляция – это всё неотъемлемые части хорошего пения. И каждый человек, который хочет затрачивать меньше энергии на говорение, но при этом получать эффект, эффект, который мы производим своим голосом на слушателей, должен своему дыханию и дикции уделять в день хотя бы 10 минут. Добрых намерений полный взял слово и стал говорить он – «О, Ахиллес, объясни мне мне». Стоп, «О, Ахиллес» – это восклицательный знак, и значит, мы останавливаемся. То есть мы выделяем больше интонационно, да, но не останавливаемся. Думаю, сильно придётся разгневать мне мужа, который Аргосом правит, которому все здесь ахейцы послушны. Профессионалам я рекомендую больше времени, конечно. Ну, профессионалам – это людям, которые либо уже имеют эту профессию актёрскую или певческую, либо только хотят связать свою жизнь со сценой профессионалом хотя бы 30 минут в день. Это может быть как чтение орфографических словарей, отрабатывание одной конкретно буквы. Как можно определить, где проблемы? Очень даже просто. Открывайте хорошую классику, хорошую книгу, например, Ивана Тургенева. «Записки охотника». Очень рекомендую. Читайте какой-то рассказ, не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой, и записывайте себя на диктофон. После этого прослушивайте себя, и если какие-то буквы вам кажутся странными, если какие-то буквы звучат так, что это вас смущает, то это та буква, над которой нужно работать. «Рмли, рмли, рмла, рмло, рмлу, рмли, рмли». «Рмли, рмли, 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 рмла, рмла». «Рмла». «Рмла, рмло, рмло, рмло». Нет, «рлмо». «Рлмо», «рлмо». Вот нужно, надо дисциплинировать свой язык, то есть он должен идти в чёткой последовательности. «Рмли, рмли, рмла, рмло, рмло». Конечно, есть скороговорки, которые нужно говорить не быстро, а чётко. Один из методов, вы проговариваете скороговорку, опять же, регистрируете себя на диктофон, чтобы услышать, как вы говорили её в первый раз. Затем вы берёте карандаш, зажимаете его между зубов и включаете те мышцы, которые у вас не были задействованы, потому что автоматически у вас включаются в работу мышцы лица, которые не были задействованы перед этим. И вы проговариваете эту же скороговорку максимально качественно, стараясь не потерять качество того, что вы говорите. И потом вы вынимаете этот карандаш и ещё раз регистрируете на своём диктофоне уже после карандаша проговаривание той же скороговорки. Вы будете удивлены и приятно, насколько улучшилось произношение скороговорки у вас. Ещё один метод – орфографические словари. Это может быть русско-французский словарь, русско-английский, русско-украинский, не имеет значения какой. Имеет значение только на каком языке вы планируете петь. Если, допустим, это русский язык, ваша задача – найти страницы. И подряд, если у вас проблемная «С», вы читаете с утрированием окончаний, то есть вы должны делать очень чёткое окончание, и вы читаете страничку, вторую, третью. Постепенно буква, которая вам не давалась легко, начнёт ваш язык принимать правильное положение, и букву можно исправить. То есть фактически как работа с логопедом. Если вы будете стараться, то уже через две странички, вот такого, допустим, словаря по объёму, у вас будет тянуть корень языка, потому что очень многие мышцы у вас включатся, которые были просто в вялом состоянии. Ну, такой смешной может быть анекдот. Девочка ко мне приходит и говорит, «У меня плохая девча». И я ей говорю, опробовала шевелить губами. И как только она зашевелила губами, то есть мы поработали с карандашом, оказалось, что нет никакой проблемы с дикцией. Но если вам нужно говорить внятно, вы вынуждены ещё автоматически подключать ваше дыхание, подключать диафрагму, её активность. Понимаете? То есть это постоянно работа всего вашего дыхания. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все, без исключения люди, нуждаются в самовыражении через пение. Это какая-то такая человеческая необходимость. В танце не так люди нуждаются. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пение — это что-то такое базовое, заложенное в человеке, как система наведения внутреннего порядка, как система даже какого-то эмоционального восполнения. То есть у вас всегда есть в пении, как не то чтобы панацея от всех бед, но я, наверное, скажу поговорками народными. Нам песня душу проветривает, а в Сибири говорят, кто не поет, того отпевают. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует...